библейский портал экзегет.ру представляет 3 глава книги притчи перевод российского библейского общества читаю для библейского портала экзегет эта глава конечно продолжает тему 1 и 2 мудрость хорошо порог и грех плохо краткое содержание 3 главы да и вообще почти всей книги притчи зачем так подробно цветистые красивые выражения чтобы юноши развесили уши и каким-то образом захотели все-таки принять вот эту мудрость отцов потому что они не склонны и выслушивать когда отцы просто бубнят одно и тоже одними и теми же словами ну наверное это так то слишком бы это было примитивным для такой большой и красивой книги может быть показать преимущество что хорошего в мудрости что плохого в грехе и начинается все с очень простого вот мы в конце второй главы читали что замужняя женщина которая приманивает вот какого-то молодого парня она собственно говоря заманивает его в ловушку смерти вряд ли его прямо убьют сразу в этом доме хотя и такое может быть когда разгневанный муж вернется но по крайней мере здесь идет речь о том что вот есть жизнь и смерть самая ценная для человека жизнь самая страшная смерть и вот с этого начинается что выбор между праведностью и грехом между мудростью и глупостью это выбор между жизнью и смертью нетривиальная мысль вот надо сначала показать в чем собственно преимущество мудрость это да не просто хвалить ее но есть здесь и много таких вот красот риторических третьей главе в частности продолжая эту тему к ним и переходит наш повествователь сын мой моего учения не забываем мой наказ сохранив сердце то есть может быть даже не всегда будешь ему следовать но не забывай не отказывайся от него ибо это продлит тебе дни и годы благоденствие твое умножит да не покинут тебя вера и правда на денег как ожерелье на шею запиши на скрижале сердце и будут себе милости и почести от бога и от людей сначала хотя бы вот такой мотив может быть еще не понял о всей красоты и всей притягательности премудрости и того что с ней связано просто пойми это тебе пойдет на пользу ты много приобретешь если ты будешь именно с этим господу доверься всем сердцем на собственный разум не полагайся каким бы путем не шел познавай господа он выпрямит твои стези не считай себя мудрецом бойся господа стороне зла это будет целительно для твоего тела и прибавить силы костям твоим то есть не говорит я все знаю не лезьте ко мне советами да вот начало книги притчи такой вот осторожное введение такая расчистка будущей строительной площадки убрать все лишнее убрать вот эту замужнюю женщину которая приманивает глупцов и он их убрать вот это самомнение когда человек говорит я я я вот меня не надо учить я все знаю это все опасности это вот то что мешает жизни и заодно такие осторожные может быть еще не очень конкретные но принципы каким бы путем не шел познавая господа то есть можно заниматься разными вещами в жизни можно делать очень много всего не обязательно вот быть там священником или тем более в ветхом завете по наследству только передается или там служит храме или что-то еще можно делать что угодно и при этом познавать господа как пока не ясно но об этом еще будет много 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 в остальных главах и он выпрямит твоей стезе бойся господа стороне зла как пока тоже не ясно но много конкретных рекомендаций и это будет целительно для твоего тела прибавить силы костям твоим то есть здоровье будет да очень конкретное простое пожелание вот начинается все с таких очень примитивных вроде бы вещей уделяя господу от твоего твоего достояния от первых плодов любого дела ну то есть жертву приносить десятина отдавай и наполнится твои кладовые забили переполнит до вильне молодое вино будешь отдавать и он себя наградит да вот пока такая очень конкретная может быть очень примитивная мораль вот будь с богом и все у тебя получится но тут же появляется наставление сын мой не отвергай от упреков его не отвращайся ведь господь порицает того кого любит как отец драгоценного сына а иногда может быть господь не только себя будет награждать но и упрекнет чем-то что это может быть какое-то бедствие какие-то вот неприятности которые человека постигают но это его воспитание да это не просто бессмыслица это не просто его какая-то злоба пустая это его способ тебя как драгоценного сына воспитывать а пойми что даже тогда когда не все у тебя получается ты с ним и ты перед его глазами счастлив человек обретший мудрость человек достигший разумения лучше мудрость обрести чем серебро и ибо на золото ценнее дороже чем самоцветы ничто желанное с ней не сравнится смотри дело не в том что господь тебе даст много там вина хлеба я не знаю там дом хорошую семью это все здорово но мудрость сама по себе ценнее а в чем же ее ценность в правой руке у нее долголетие а богатство и почет в левой ну да то что мы все хотим жить долго благополучно счастливо дорогие дороги радости все ее пути благополучны она древо жизни для тех кто ей привержен и блажен кто с ней не разлучен то есть смотрите мудрость собственно основание всего и долгой жизни и счастье и процветания как это получается пока абсолютно непонятно а книга части посвящена ответу на этот вопрос и для начала она говорит господь мудростью основал землю небеса утвердил разумом его видением разверзаются бездны и облака источают росу сегодня мы знаем как дождь круговорот воды в природе как дождь получается а тогда люди этого не знали у них было какое-то вот ощущение тайны да вот как это облака источают росу вообще дождь начинается там наверху наверное есть какие-то бездны с водой они открываются в какой-то момент это вода начинает литься на землю и это все сделано мудростью разумом то есть смотрите мудрость и разум от не просто некий набор знаний пусть даже очень благочестивых это твоя скажем так гармония с мирозданием потому что начинаешь понимать принципы этого мироздания как это все устроено и начинает жить в ладу с ними сын да не скроется это от себя и сохранишь благоразумие прозорливость будет это жизнью до твоей души и станет людская милость твоим ожерельем тогда безопасно будет твоя дорога и нога твоя не оступится ляжешь спать без боязни заснешь и сон будет сладок не бойся внезапного несчастья погибели что готовят нечестивцы ибо господь на твоей стороне он не даст тебе ступить в западню опять такие очень конкретные пожелания то есть люди будут себя любить опасность тебя никакая не постигнет будешь ложиться спать спокойно и вот все замечательно а вот на практике то что делать и тут же один маленький совет вот они так вплетаются чтобы не утомлять с этого самого юношу читателя нашего гипотетического бесконечными нравоучениями они вплетаются понемножечку там со вначале было не будь с бандитами и тут появляется еще один кусочек такой не отказывай благодеяний тому кто нуждается если это в твоей власти не говори ближнему ступай придешь потом завтра дам если есть чем поделиться да мы не все можем помочь мире очень много бедных несчастных угнетенных да но если ты можешь помочь помоги простейшие правила да смотрите мы ждем от такой религиозной книги да правил поста молитвы обрядов ритуалов не игра ближнего и помогай ему когда можешь первое что мы видим хотя бы не грабь вот с этого начинается в первой главе до появляется дальше уже первый отказ от насилия и несправедливости второе активное действие наоборот прояви милосердие когда можешь когда можешь дам вам важное уточнение не всегда мы это можем не замышляй зла против человека который тебе доверяет не ссорься попусту тем кто не причинил себе зла ну хотя бы вот это да хотя бы будь благороден и благодарен к людям которые тебе не сделали плохого может быть наоборот хорошие сделали не завидуя творящему насилию не выбирая его дороги вновь возвращение к теме из первой главы ибо мерзок господу коварный а честный у него в доверии проклятие господа на доме нечестивцы а жилище праведных он благословляет над осмешниками он посмеется а крутким дарует милость мудрые обретут славу а глупцы погрязнут в позоре вновь и вновь вот эта тема будет жить хорошо и смотрите вот первое такое практическое правило отказ от насилия второе деятельное милосердие третье отказ от неблагодарности да то есть оказывается мудрость это не в постижении каких-то тайн мироздания там да как возникла вселенная и все такое прочее она прежде всего в твоих отношениях с другими людьми как ты себя ведешь по отношению к ним другой человек зеркало твоей мудрости мера твоей мудрости собственно говоря тренировка твоей мудрости отношения с этим другим человеком вот очень часто приходится напоминать людям которые считают себя благочестивыми духовными религиозными для себя а в отношениях с ближним как так Продолжение следует...